Команда молодости нашей. Люди с красно-белой атрибутикой собираются на стадионе «Спартак» имени Николая Озерова, входящем сегодня в структуру УСК Подмосковья. Идут на праздник. 30-летие создания футбольной команды «Спартак», на протяжении нескольких лет прославлявшие Щелкова на футбольных полях страны. Бывшие игроки, тренеры, спортивные функционеры и болельщики сегодня вместе. В 1992 году эту команду создал щелковский футбольный энтузиаст Алексей Колесников. Мечтал собрать профессиональный коллектив, который выиграл в первенстве России. Под эти задачи сам приглашал игроков, как местных, так и из других городов. «Спартак» из Щелкова сразу ярко заявил о себе на областных турнирах, потом блеснул в первенстве России среди любителей и вышел во вторую профессиональную лигу, в которой и выступал до начала 2000-х годов, занимая места в десятке, громя авторитеты, дубли команд высшей лиги и собирая полный стадион. Который, кстати, приобрел свой нынешний современный вид благодаря главному болельщику и куратору «Спартака» главе Щелковского района Леониду Твердохлебову. Увы, в 2009 году команда «Мечта» из-за финансового кризиса прекратила свое существование. Но она осталась в истории Щелковского района и в памяти болельщиков. «Вперед, Спартак! Забей скорее победный гол! Ты докажи, что это Щелковский футбол!» Болельщики так любили Щелковский «Спартак», что посвящали команде стихи и песни. Текст одной из них опубликован в юбилейной программке, посвященной 30-летию Щелковского «Спартака». Главным событием праздника стал, разумеется, футбольный матч между ветеранами «Спартака» и ветеранами Щелковского футбола. Многие из последних, к слову, тоже выступали за «Спартак», а потом остались в Щелкове тренировать и работать. Игра прошла в выставочном формате. В командах по 11 игроков, но уменьшилось время тайма до 20 минут и размер поля, для чего на нем установили и ворота поменьше. На поле в составах обеих команд вышли поистине легендарные футболисты. Сергей Суслин, Игорь Кукин, Михаил Милосердов, Алексей Суханов, Аркадий Асатурян, Владимир Григорьев и другие. Из Армении прилетел вратарь Анатолий Рожков, который сейчас тренирует вратарей Арарата. «Спартак» вывел на поле бессменный на протяжении 10 лет капитан Сергей Маныкин. А первую голевую атаку начал и закончил Олег Пузырев, номер второй. Олег Пузырев, очень техничный футболист. А вот Игорь Кукин, подача, Сергей Саев, сбрасывает, Михаил Чернышев, и это гол. Игра, безусловно, радовала болельщиков и самих игроков. За прошедшее после окончания профессиональной футбольной карьеры время, может, только скорости стали немного поменьше. Но играли раскрепощенно, весело, а техника и мастерство никуда не ушли. Вот именно футбол. Футбол имеется в виду мысль, техника, ум футбольный, мышление. Вот все эти компоненты. Укаживают свой какой-то почерк, свой стиль определенный, свои любые приемы технические и так далее. Это все осталось. И приятно посмотреть просто. Выставочный матч ветеранов футбола закончился победой «Спартака». С символическим счетом, который зафиксировал, сколько лет исполнилось этой славной команде. «Всегда приятно приезжать в Щелково. Когда играли здесь за команду «Спартака», что сейчас вот после уже прошествия многого времени мы приезжаем сюда на турниры ветеранов какие-то. Приглашают, приезжаем. Всегда очень приятно». «Мы рады сегодня собраться на этом легендарном стадионе, где прошла наша молодость. Здесь нас полюбили болельщики. Мы также благодарны им за то, что они нас всегда поддерживали. Многие ребята давно друг друга не видели, поэтому эта встреча останется в наших сердцах надолго». «Настроение, конечно, хорошее. Действительно рады ребята, что вот помнят их, что не забывают, собирают, да и просто общаться. Мы всегда с удовольствием. У нас всегда команда такая была, коллектив такой был. Поэтому мы рады». «Мы же люди уже пожилые. И нас как-то эмоционально тяжело уже, так сказать, поднять. Но здесь я чувствую себя просто на седьмом неге. Я очень доволен. Ребята приехали, многие. С теми, кто мы начинали с нуля. И те, кто уже потом пришли в команду. Ну, я очень рад, честно говоря». Ирина Микеда, Сергей Максимов, Щелковское телевидение. Продолжение следует.